Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и вчера вышел первый большой патч к шестой цели. Собственно, это видео посвящено разбору того, что в этом патче появилось. Как я и говорил, ровно месяц, ну чуть меньше месяца понадобилось сфераксис, чтобы исправить самые вопиющие проблемы. Ну и что конкретно они исправили? Во-первых, как видите, я играю на русском языке. Да, действительно, они поправили все проблемы, которые были. Например, теперь можно конкретно посмотреть, какие проблемы в отношениях с другими нациями. Все тут появилось, все пишется, слава богу. И так, полазив по игре, я вроде как не заметил того, что было. То есть видите, великий художник стал великим художником наконец-то, а не еще одним великим торговцем. Слухи больше не хотят, а ходят. И, ну, в общем, возможно, где-то еще опечатки остались. Но вроде как на русском языке уже играть более-менее вменяемо можно. Добавилась поддержка DirectX 12. Но я вам показать не могу, потому что работать она будет только в 10-м винде, а у меня 7-я. Ну и у видеокарты должна быть поддержка. В моей, по-моему, есть поддержка DirectX 12. Ну, 10-ю Windows ставить ради того, чтобы показать, я не буду. Я не думаю, что это сильно повлияет на изображение Цива. Возможно, повлияет на производительность. Да, будет повеселее, но изображение вряд ли. Добавили две карты, я понимаю, под сетевой режим. Вот одну я вам сейчас показываю. На ней, собственно, играл Снежинка, называется. Шестиугольная Снежинка. Вот видите, тут все появляются на таких вот отростках. И к центру карты собираются. Еще для четверых людей четырехлестный клевер. Ну, примерно как четыре угла в пятой циве. Единственное, что она карта-цилиндр. И можно проплывать справа налево. Так что появились. И вот эти карты, шестиугольная Снежинка и четырехлестный клевер, они не заново не генерируются. Они всегда одинаковы. То есть расположение ресурсов всегда одинаковое. Всегда у всех есть лошади, железо, селитра. Литра, что там, уран, нефть. Уран и нефть ближе к центру, кстати. Поэтому, по идее, тут полностью все сбалансировано. Одинаковое расположение гор, одинаковое расположение холмов. Единственное, что меняется, одинаковое расположение чудес. Тоже вот Килиманджаро всегда здесь. Всегда здесь вот Цинжи, Дюби, Мараха. Тут вот барьерный риф и так далее. Единственное, что меняется, это города-государства. То есть они в каждой игре разные. Но находятся всегда вот на таких островах. То есть, чтобы встретить город-государство, надо построить три ремы и плыть их открывать. Интересная карта. С другой стороны, нету особой случайности на ней. С другой стороны, она такая морская. Ну, в общем, поиграть будет интересно. Я не думаю, что это будут замены. И типа все на ней будут только в нее, в сетевую игру играть. Потому что она постоянно одинаковая. Что, по-моему, не очень прикольно все-таки для ФФА. Но, в принципе, как вариант, иногда сыграть будет интересно. Кроме того, добавили новый сценарий кавалерии пушки. Там, ну, 50 ходов, если помните, есть такие быстрые игры. Я вам сейчас не покажу, не хочу загружать. Там условия очень простые. Вам сразу дается большая стартовая армия. Сразу открыто несколько технологий. И за 50 ходов надо захватить или заселить как можно больше территории. Вот кто после 50 ходов, у кого будет больше территории, тот и победил. Ну, интересная такая быстрая игрушка. Что же добавилось? Наконец добавились горячие клавиши следующий юнит и следующий город. Ну, вот у меня я уже поставил себе на мышку переключение юнитов. А так вообще это точка стала. Точка и запятые, по-моему. Да, точка и запятая. Вот они переключают на клавиатуре юниты между собой. То же самое касается городов. Это квадратные скобки. Или там, где русские буквы Х и твердый знак. Ну, не знаю, почему это невозможно было в релиз вставить. Ну, наконец-то, наконец-то появилось. И можно переименовывать города. Все, что вы давно хотели сделать с городами, пожалуйста. Вот, появилась такая возможность. Переименовывайте, называйте их по-разному. Не знаю, правда, зачем. Ну, пофиг бы, переименовывайте. Теперь, если варвары увидели ваш город, то над ними будет восклицательный знак. Так понятнее, стоит этого скаута опасаться убивать или нет. То есть, если над скаутом восклицательный знак, значит, он бежит к лагерю варваров, чтобы сообщить о вас им. Кроме того, кстати, в промышленной эре изменилось отображение лагеря варваров. Но, к сожалению, тут я уже всех варваров почитал. Хоть я и в промышленной эре, поэтому показать вам не смогу. Но в промышленной эре лагерь варваров будет нормально по-современному выглядеть, а не чистокол, как и всегда. Баланс изменен, например, теперь, чтобы строить термоядерную ракету, для термоядерной ракеты требуется всегда проект, вот, операция Иви. Но раньше вы могли ее построить, вот открыли ядерный синтез и сразу можете строить. Теперь же вам все-таки сначала надо проект Манхэттен сделать в любом городе. И только потом, когда вы откроете ядерный синтез, у вас будет возможность операцию Иви построить. Все-таки хоть какой-то баланс. В дереве технологии одно небольшое изменение, но, по-моему, важное. Теперь экономику нельзя открыть без литья. То есть, вот, появилась такая перемычка, чтобы хоть немножко связать верхние и нижние ветви технологий, потому что люди иногда просто поверх ушли, забивая на нижние технологии и вперед. Думаю, тут надо где-то еще немножко перемычек все-таки сделать, но пока хотя бы так. Теперь экономика требует для открытия и литье. Изменилась политика для кавалерии. Вот это очень важно, потому что все играли через кавалерию постоянно. Сейчас это изменилось. И теперь вместо плюс 100 процентов, блин, не открывается сейчас, к сожалению. Ну вот, раньше было для кавалерии карточка. Она давала плюс 100 процентов производства юнитов тяжелой и легкой кавалерии. Теперь будет 50 процентов. То есть, уменьшилось. Ну, я считаю, что это правильно. Снижен штраф за объявление войны в некоторых случаях, но появился очень большой штраф, если вы захватываете последний город любой цивилизации, даже если вы объявили войну через Казус Белли. Но вот в данном случае я недавно захватил последний город Тиночтетлана, Ацтеков и Шумеров. И вот вы можете посмотреть, что у меня штраф за милитаризм с любым из моих соперников компьютерных. Видите, минус 125. Вот так аж увеличивается за то, что я последний... Не знаю, правильно это или нет, я не особо много с компьютером играю, но рассказать вам требуется. Поправили то, что соперники постоянно спрашивают, не хотите ли вы на них напасть. Вот, ну вот, например, Англия, да, а вот у меня мой город. И когда я вот тут держу войска до патча, англичанка начинает меня типа спрашивать, не хотите ли вы меня напасть, хотя войска в моих границах, типа, я имею право полное там их водить, вот эту фигню убрали. В амфитеатре увеличено количество шедевров с одного до двух, потому что иногда писателей просто некуда было девать, правильно, что увеличили. Время контршпионажа увеличено, увеличена стоимость найма религиозных юнитов и их содержания. Ну и самое главное, по-моему, во-первых, юнитов нельзя больше удалить, если они ранены. Во-вторых, если вы удаляете юнит, то есть удалять можно полностью здоровых юнитов, но при удалении вы теперь не будете получать золото. Третье, рабочие юниты, ну любые строительные юниты не могут ничего удалить с клеток, которые не принадлежат игроку. То есть, например, ну вот сейчас добавил, ну вот, видите, есть камень и овца. Вот я, например, не могу отсюда собрать урожай, потому что эти клетки не в моих границах. И, соответственно, и у соперника я ничего не могу собрать. И поправили они уже точно для скорости. Вот я сейчас играл на сетевой. Сбор урожая нормально масштабирован, то есть быстрая скорость, меньше вы получаете, эпическая скорость будете больше получать вот при сборе урожая. Но только в своих границах. Больше вот таких штук, как раньше было, построил кучу рабочих и пошел все вокруг вырубать и получать за это кучу производства не будет. Ядерное загрязнение еще не позволяет собирать урожай. Ну это так, мелочи, такой баланс уже. Поправка баланса. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. Вроде как искусственный интеллект теперь больше должен уделять внимание туризму и науке. Ну я вот сейчас, правда, играл на императоре. Это сложность император. Я не скажу, что тут, конечно, искусственный интеллект нормально играет все равно. То есть хотелось бы, чтобы на императоре он уже хоть какое-то сопротивление оказывал. И все равно он тут очень по-дурацки себя ведет. У меня, например, тут была все равно куча войск. Вот помните, я выкладывал на божестве за Петра. Там, где на меня образились, например, на Павлове, у меня просто не было армии, предположим. Но здесь я играю за скифов, специально хочу всех вынести, военную победу получить. За скифов у меня была куча армии в начале, но и при этом хорошее отношение с шумером этот чувак все равно на меня напал. Хоть у него было меньше армии, чем у меня, хорошие с ним отношения, пофигу. Потом напала Англия, у которой были вообще отличные отношения, там, с улыбочками и прочим. Так что искусственный интеллект ведет себя странно, но, тем не менее, он уже начал войска апгрейдить. Уже есть, когда он в лучшую эру выходит. Прямо вот я, например, воевал с Англией, и она вышла в рыцарей. И сразу вот я видел, как она апгрейдит кавалерию этих вот всадников в рыцарей. Уже начинает соображать хоть немножко искусственный интеллект. И научился еще инквизиторами пользоваться, особенно Испанией. Вот именно так отмечено в патчноуте. Но я это не заметил, потому что у меня тут нет особой религии. Испанец просто ее свою распространяет. Возможно, и есть. Я вот инквизитор все равно не заметил при игре. Лучше стали управлять стреляющими юнитами, особенно теми, которые стреляли только в том случае, если не двигались. Например, катапульты. Да, действительно, раньше компьютер просто двигал туда-сюда катапульту, двинул ее ко мне, так как она после этого выстрелить не может. Все, прошел ход. Теперь нормально, он уже катапультами обстреливал. И вообще как-то так выглядит, что он двигать юниты стал получше. Получше. Уже интереснее с ним воевать. Исправлена куча багов. Я на всех не буду останавливаться. Лучше перейдите к переведенному патчноуту. У меня на сайте, почитайте, вот в верхнем правом углу здесь есть белая кнопочка i, круглая, нажмите. Там ссылка будет на мой сайт. Я лишь отмечу такие самые важные. Например, перестали переноситься оба юнита, когда, ну, переброски между городами. Объясню, да? Есть возможность перебрасывать великих людей из города в город. То есть у меня тут появился, например, великий человек. И я его могу из пазырка в миров перебросить. Один ход это будет стоить, чтобы не везти его по дороге. Так вот, раньше, если на защиту ему ставишь еще один юнит, любой военный, соединяешь их, то они вдвоем переносились. Что, конечно, баг и неправильно. Теперь этого не будет. Там исправлены всякие проблемы с ачивками некоторыми. Это все фигня. Поправили графику. Например, сейчас здания, которые в тундре строятся, они со снегом отображаются. То есть так, типа, покрасивше стало. Про лагеря в индустриальную эру я вам уже сказал. В национальных парках появилась башня рейнджеров. То есть, ну, визуально просто все красивше стало. Там проблемы с изображением зданий в некоторых районах исправлено. И прочее, и прочее. Зато появились вот всякие иконки дополнительные. Видите, вот, например, военный советник рекомендует авиацию. Такая иконка, да, отдельная. Раньше был просто один советник такой. А теперь их несколько иконок. Вот для туризма, например, типа компьютер... Или это шпионаж, кстати. Рекомендуют мне компьютеры открыть. Ну, и так далее. И, соответственно, в городах то же самое. Когда что-то строишь, тут тоже появляются... Вот здесь, правда, один почему-то. Есть у меня, чтобы несколько было рекомендаций. Но вот тут тоже такие разные иконки. Почему-то в данном случае я вам показать не могу. Ну, что вот, например, не изменили, чего мне бы хотелось, чтобы появилось. Опять нету иконок в некоторых технологиях, которые, вот видите, дают возможность дополнительному шпиону. Почему тут иконку шпиона не поставить, чтобы я понимал, что тут будет дополнительный шпион? Или где у нас тут? Что у нас там открывает бонусы к фермам и прочему? То есть есть, опять же, многое, что надо дальше исправлять и добавлять, и делать. В мультиплеере вроде как расширили возможность игроков до 12. Правда, не знаю, у нас и на 8 как-то сложновато играется пока. Ну, вот уже расширили до 12. Прямо интересно даже посмотреть, у кого получится сыграть. Возможно, по локальной сети 12 человек вполне нормально будет. Дальше, теперь, когда вы загружаете сетевую игру, первый ход, или просто когда сейв загружаете, вот загружили весь сейв, предположим, там на 126 ходу, у вас первый ход будет без таймера. Первый ход всегда после загрузки будет без таймера. По-моему, очень правильно, чтобы все могли быстро врубиться, что происходит. Лобби можно делать открытым-закрытым в любой момент, даже когда вы сейв грузите. В лобби вы теперь можете поставить, чтобы не было одинаковых наций, одинаковых лидеров. Таким образом, это не только в сетевой игре, но это в одиночной, чтобы не было вот одинаковых лидеров, когда вы играете на большое количество людей. Еще, кстати, замечу отображение специалистов изменилось в городах. Наконец-то это более нормально выглядит. Потому что раньше эти вот цифры практически не видны были на фоне района. А теперь вот понимаешь, сколько специалистов у тебя работает. Видите, полностью заполнен, наполовину. Отлично. Тоже, по-моему, это надо было еще при релизе. Наконец-то сделали нормальным возможность пользоваться цивилопедией. Особенно меня раздражала невозможность правой кнопкой нажать на пиктограмму юнита, чтобы перейти в цивилопедию. Теперь вот, пожалуйста, я выбрал пушку. Правой кнопкой нажимаем на ее пиктограмму. Все, перешли в цивилопедию. И здесь еще куча гиперссылок. То есть нажимаете на дальность, вас переносит посмотреть, что тут. Ну вот, кстати, смотрите, нету возможности назад вернуться. Вот это меня уже тоже раздражает. Вот пятый цивил, и были такие иконки, типа, вернуться назад. Ну, в любом случае, уже более понятно, потому что до этого переносил только там, где апгрейд юнитов. Теперь вы вообще можете все посмотреть, и к баллистике перейти, и, не знаю, даже производства, наверное, не будет. Да, только вот всякие эти иконки. Так что все приходит к тому, что должно быть. Так, что еще важное? Ага, в настройках появилось два, две важные штуки. Во-первых, задержка подсказки, ну, вот опять перевод дебильный, задержка подсказки сюжета. Вот эта задержка подсказки, когда вы наводили на местность, помните, медленно сидел, что наконец-то это можно здесь регулировать. И, опять же, в интерфейс вынесена автоматическая смена юнитов. Вот, включить, отключить, самому переключать, или можно это все здесь сделать. Наконец-то, слава богу. Ну, и еще множество всяких мелочей. Я вас еще раз отправляю вот в верхнем правом углу. Ссылка, либо в описании к видео ссылка на патчноут на русском языке. Почитайте, если вы хотите полностью все знать. Но уже, уже игру доводят до нормального состояния. Кое-чего нету. Вот, например, мне очень хочется, чтобы при открытии технологии и цивиков мне не вылазило окно прямо в лицо вот здесь, а появлялось справа просто таким всплывающим менюшкой, чтобы я открывал. А так пока получается, что начинается ход, у тебя куча окон вылазит вперед, и надо закрыть, прежде чем ходить. Кроме того, иногда слухи занимают полокна. Тоже мне это не очень нравится. Мне кажется, ну, вот окошки слухов чуть поменьше сделать как-то, или сместить их, может, в сторону, чтобы они вот тут появлялись. Потому что иногда действительно они просто закрывают полэкрана, когда много всего происходит. Но, в принципе, патч качественный, много всего исправлено, и те, кто немножко отложил в сторону шестую циву, потому что их тут раздражало что-то, думаю, вам стоит вернуться и попробовать уже с новым патчем поиграть. Уже более-менее вменяемо начинают действовать и компьютерные соперники, баланс выправляется. В общем, попробуйте еще раз. Ну, а ваше мнение, естественно, я, как всегда, хочу увидеть в комментариях ваши соображения по поводу патча, что вы думаете. Все, вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.